МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Приветствую всех, кто находится у экрана в студии Ольга Костина. И это итоговый выпуск новостей на канале ТВЛ. Чем запомнилась уходящая неделя, расскажем в самое ближайшее время. В городском Доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 марта. В зале присутствовали женщины, ветераны труда, многодетные матери, представительницы образовательных учреждений, организации здравоохранения, культуры, промышленных предприятий, спорта, волонтерских объединений. Со сценой, теплыми словами и пожеланиями обратились глава города Сергей Дорофеев, председатель Совета депутатов Роман Секунов, депутат Московской областной думы Линара Самединова, благочины Павлопосадского церковного округа Александр Анохин. За высокие достижения в профессиональной деятельности милые дамы были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. Также на сцене Дома культуры прошло награждение победителей лотерей, которая была организована нашим телеканалом при поддержке администрации. Творческие коллективы города подарили гостям праздника замечательный концерт. Сюжет о мероприятии и выступления артистов мы покажем в нашем праздничном выпуске новостей 8 марта. Глава города Сергей Дорофеев провел еженедельный объезд. Он был посвящен проверке качества уборки, а также работе с обращениями жителей. Итоги объезда – материали наших корреспондентов. Первая точка рабочей поездки главы – улица Некрасова. В выходные дни серьезная авария произошла на теплосетях, в связи с чем большое количество жилых домов оказались без горячего водоснабжения. Компания «ТС Камус Энерго» нашла соответствующее оборудование для обогрева трубы холодного водоснабжения. Зимнее содержание – важная часть работы по сезонному обслуживанию дорог. От состояния дорожного покрытия в зимнее время зависит как безопасность движения, так и его качество. В связи с перепадом температур и осадками на поверхностях образуется ледяная корка. Неровности и колейность создают сильные препятствия для передвижения. Вот смотри, я просто опять, мое личное мнение, здесь вода будет. Вот эти бугры надо поддвигать туда, и он потихонечку будет все туда уходить. По итогу осмотр части внутридворовых проездов у главы возник ряд существенных замечаний компании, обслуживающей дороги. Профиль проезжей части сильно сужен, наблюдается подтопление, скользкие участки. Нужны трактора, руководители предприятия ждут от меня просто заедут. Нужны – сделаем. Поэтому не надо мне говорить, что техники не хватает. Если техники не хватает, вы мне так скажете, техники не хватает. Я вам найду технику. В ходе инспекционной поездки посетили несколько адресов, по которым поступили сигналы от жителей на налить и плохую очистку тротуаров. Вот смотри, вот этот тротуар, я не знаю, сантиметров шесть уже лежит, наверное, снега. Я опять не знаю, что думал. Может, вот эта часть толкать туда, чтобы она хоть куда-то стекала, а не стояла, как корыто. Помимо этого, в неудовлетворительном состоянии находятся прилегающие территории ряда торговых объектов. Парковки для автомобилей не очищены, на территориях много неровностей и подтоплений, с крыш свисают сосульки и есть вероятность обвала снега. Можно здесь молотом позбивать образно, вот этот участок, ну и выровнять хотя бы ее. Возьмите, сегодня зад мы напишем, что до выходных сделают они, хорошо? Все необходимые меры будут приняты в, возможно, короткие сроки для удобства и безопасности передвижения граждан. Глава держит данный вопрос на особым контроле. Мы сегодня совершили объезд по городу. Объезд в основном был посвящен жалобам наших жителей, которые поступают в ней и в соцсети, и на горячую линию. Были и на Советской 42, и на Советской 37А, и на Советской 30. Были на Ухтомского, в магазины «Любимый». То есть проехали все тротуары этой безымянного Ухтомского, Горького. А служащим организациям даны указания с конкретными сроками по выполнению мероприятий, по удалению подтоплений и созданию комфортных условий для передвижения. Информация будет на контроле у зама по ЖКХ и у меня лично. Так что еще раз прошу жителей, если есть какие-то недочеты в работе наших служб, сообщать мне в соцсети. Спасибо. В выставочном зале Дома культуры открылась выставка работ художника Елены Николаевны Неретиной. Названа экспозицией «Минувших дней очарований» и включает в себя живопись и графику. С творчеством познакомилась и наша съемочная группа. Елена Николаевна родилась в городе Электросталь. Закончила художественную школу, затем Московское академическое художественное училище памяти 1905 года. Работала в Саратовском художественном музее имени Радищева, во вне и реставрации. Реставрировала произведения живописи и декоративно-прикладного искусства в музеях и монастырях городов Кириллов, Великий Устюг, Белозерск, Омск, Киров, Казань, Брянск, Москва. Ее впервые я увидела в Ногинске, когда она делала свою персональную выставку. Мне эта выставка очень сразу понравилась. У ней очень много картин, написанных пастелью и гуашью. И я подумала, что в таком количестве не каждый художник может выставить такие замечательные картины. Творческий диапазон художницы велик. Живопись, графика, дизайн. Данная экспозиция носит название «Минувших дней очарования». Она включает в себя предметные натюрморты, интерьерные сцены, пейзажи, картины природы. Сегодня, я думаю, что каждый житель оценит ее творчество, полюбуется. И очень сожалею, что по причинам она сегодня не может присутствовать на открытии. Елена Неретина является членом Творческого союза художников России, участницей нескольких художественных и реставрационных выставок. В настоящее время работает в Вооружейной палате Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль». Замечательная профессия у человека реставрировать – это прикасаться по грубицам к прошлому. И вы уже слышали, как вы сейчас сказали, что Елена Николаевна реставрировала в знаменитых музеях и прикасалась действительно к давнему прошлому. Но, тем не менее, любовь к живописи, любовь к родине, любовь к нашей природе не могла оставить след на этих картинках. И сегодня, если мы посмотрим, жалко, что Елена Николаевна сегодня у нас нет, но познакомиться с ней мы можем через ее творчество. И медленно, проходя по залу, разглядывая каждую картину, мы видим, насколько она любит нашу природу, любит нашу родину и любит наше историческое прошлое. После официальной части для участников выставки сотрудники Дома культуры подготовили концертную программу. Выставка продлится до 18 апреля. Приглашаются все желающие. 8 марта в Международный женский день в городском парке состоится праздничное мероприятие, а мы масленицу встречаем. В программе мероприятия, игры, конкурсы, хоровод, концерт, но и, конечно, главное масленичное угощение – блины и горячий чай. Всех желающих ждут в 12 часов. Сергей Дорофеев провел очередной прием жителей в общественной приемной администрации. За время приема поступило 6 обращений от жителей. Какие вопросы волнуют горожан – узнаем далее. С просьбой о помощи обратилась жительница одного из домов на улице Ленина. Она попросила временно переселить ее в другую комнату. Проблема состоит в том, что соседи полностью захватили этаж. В комнату женщине приходится пробираться с большим трудом. Соседи держат в квартире домашних животных, которые портят подъезд. Отсюда отсутствие гигиены, неприятный запах, постоянное нашествие тараканов и клопов. Жить в таких условиях стало невозможно. У вас коммуналка? Коммуналка, да, 6 квартир. 6 квартир, одна общая кухня? Да. В этих 6 квартирах, то есть одна ваша, 5 свободные, получается, или и живут в них кто-то? Там прописаны люди, живут, я не знаю, но живет одна. Я живу, и одна соседка с 4 детьми, многодетная мать. А вот эти собаки, кошки, это все? Вот этой соседке, да. С 4 детьми, которые? Да, 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 там кошек, собак, зайцы. Сергей Дорофеев поручил заместителю Максиму Коробкову взять данный вопрос на личный контроль, проверить адрес и отработать заявление жительницы. Валентина Георгиевна, давайте так, они комиссионные выйдут, Максим, проведите беседу с соседкой, ну, посмотрите, там реально, если четверо детей, я понимаю, по поводу ночных полиции мы направим информацию свою, от себя лично, о том, чтобы они взяли на контроль ваш адрес, и участковый все-таки вышел к вам по адресу и посмотрел, что у вас происходит. Один из вопросов коснулся работы Московского областного единого информационного расчетного центра, МосОБГРЦ, по строке начисления оплаты за капитальный ремонт, неподтвержденная оплата за электроэнергию, задолженность за ЖКУ, хотя оплата была произведена. Еще один вопрос, коллективное обращение жителей, жалобы на ГУЛ в водопроводной системе. В дневное и ночное время ГУЛ распространяется по стоякам, затрагивая все квартиры в подъезде. Что это, неисправность смесителя или перепады давления, обращение взяли на рассмотрение. Следующим вопросом стала просьба жительницы организовать парковку возле дома 12 на улице Классона. Там я хотела бы попросить вас, чтобы парковочку делать для машин, как бы у нас этой машины много, а летом детишки приезжают. И вот бабушку у меня могут развернуться или что-то такое. Они стоят вот так, прям по подъезду вот так вот. А что у нас там на Классон 12, что там, нет ее вообще? Нет, я там ездил около 11 дома. А у вас что там? У нас одни пустые. Давайте мы выйдем, посмотрим тогда туда. Также прозвучали вопросы по очереди на получение жилья, о доме, который находится в аварийном состоянии. Всего поступило 6 вопросов. Все обращения приняты в работу, и по каждому необходимо детальное рассмотрение. Администрация будет находиться на связи с жителями до полного снятия проблем. В настоящее время мы видим устойчивое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. И все же опасность инфицирования остается. Более того, по данным Всемирной организации здравоохранения, в некоторых странах эпид-обстановка ухудшилась. Особенно беречь себя нужно пожилым людям. Они находятся в группе риска. Надо учитывать и тот фактор, что за зиму иммунитет ослабевает. Напомним, что самая эффективная защита – вакцинация. В городской больнице продолжается прививочная кампания. Прививка доступна всем жителям города старше 18 лет. Всемирная организация здравоохранения предупредила о пугающем увеличении числа случаев заражения коронавирусом в Европе. В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой многие страны начали вводить новые ограничения. И в России эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом осложняется. Сейчас ВОЗ предупредила, что эпид-обстановка снова ухудшается. По заболеваемости коронавирусной инфекцией в 60 субъектах нашей страны тоже заболеваемость увеличивается. Единственный способ достичь коллективного иммунитета COVID-19 в мировых масштабах – вакцинация. Она стартовала в России с 18 января. В больнице продолжается прививочная кампания. В 20 субъектах заболеваемость идет на спад. Также здесь немаловажное значение играет то, что пациенты начинают прививаться. Вакцина довольно эффективная. Сейчас желающих прививают вакцины «Спутник Ви». Записаться на прививку можно по телефону горячей линии 8 999 878 43 16, к короткому номеру 122, на региональном сайте госуслуг, либо в многофункциональном центре «Мои документы». Сделать прививку можно бесплатно в порядке живой очереди или по предварительной записи в городской больнице. Прежде чем сделать прививку, необходимо пройти прием у врача-терапевта. В субботу, 6 марта, председатель Совета депутатов Роман Текунов совместно с главным врачом городской больницы Николаем Суворовым проведут прием жителей в помещении общественной приемной электрогорского отделения партии «Единая Россия». По адресу площадь Советская, дом 2, 3 этаж. Время приема с 10 до 12. 51-е очередное заседание Совета депутатов городского округа Электрогорска состоялось в здании администрации. На повестке дня было рассмотрено 4 вопроса. Итоги решения далее в эфире. Перед началом заседания депутат Ольга Дорофеева от лица женского состава Совета поздравила мужчин с праздником. Мы очень рады тому, что у нас в Совете депутатов такие мужественные защитники Отечества. И мы надеемся на то, что мы вам в этом немножко помогаем. И мы сделаем все для того, чтобы вы оставались такими же бодрыми. Мы вас будем бодрить, мы вас будем радовать и вдохновлять. Мы сделаем все от нас зависящее. И вы работаете и принимаете ответственные решения, а мы их вместе с вами воплощаем. Поздравляем вас и желаем вам мудрости, терпения, трезвости в мыслях и веселья в жизни. Будьте здоровы и счастливы. Далее перешли к повестке дня. На заседании присутствовали 12 из 15 избранных депутатов. Первым вопросом стало внесение изменений и дополнений в решение Совета о бюджете городского округа Электрогорск на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов. Основными причинами внесения изменений в бюджет городского округа Электрогорска являются остатки средств бюджета по состоянию на 1 января 2021 года и уточнение объема средств, подлежащих получению из бюджета других уровней. Общий объем доходов бюджета в 2021 году составит 1,402,944,000 рублей. В 2022 году прогнозируется в объеме 941,618,000 рублей. В 2023 году 847,414,000 рублей. Доходы бюджета увеличены на общую сумму в 2021 году на 300,000, в 2022 году на 236,000 рублей. Объем безвозмездных поступлений увеличен на такую же сумму. В рамках рабочей комиссии был задан вопрос по ремонту дворовых территорий на улице Горького. Дома 33, 34, 35. А именно, как будет выглядеть тропинка, ведущая к лицею. Вот такая схемка мне Нина Владимировна отдала, чтобы я вам показала. Ремонт между лицеем и домом будет доходить до входа в лицей с задней стороны. А проезд, который между лицеем и домом, он открыт не будет. А востоке? Ну, не будет заседания. Он будет вот идти отсюда, вот 41-й сад, вот он, и до входа в лицей с задним входом. Спасибо. В ходе заседания прозвучал вопрос о модернизации скейт-площадки в городском парке. Это будет реализовано благодаря проекту инициативного бюджетирования. Там он уже есть, там просто депутат областной добыль, наверное, ему деньги выделяет, и будут поставить дополнительные элементы, которые просили наши жители, дети в том числе, потому что, чтобы развивать навыки свои, да, проработать. Следующий вопрос был посвящен теме внесения изменений и дополнений в решение Совета о порядке проведения публичных слушаний на территории округа. Уважаемые депутаты, прошу поддержать вопрос о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов о порядке проведения публичных слушаний. а именно предлагается приложение номер 11 протокола изложить в новой редакции. Данное предложение вызвано тем, что существующая форма протокола не засчитывается при открытости бюджетных данных. Данную форму протокола Сирены Игревны мы согласовали, то есть она еще подойдет по уставу и по бюджету. У нас два вопроса под это решение попадают. Прошу очень поддержать. Начальник управления делами администрации Надежда Трофимова выступила с докладом по вопросу размера денежного содержания главы городского округа. Это стало третьим вопросом. В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской области от 19 февраля 2021 года номер 260-50 об избрании главы городского округа Электрогорск Московской области Постановление главы городского округа Электрогорск Московской области от 20 февраля 2021 года номер 96 о вступлении в должность на основании закона Московской области от 2011 года о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Московской области, а также других законов Российской Федерации, законам Московской области, нормативно-правовых актов и руководствуясь уставом городского округа Электрогорск, установить Дорофееву Сергею Евгеньевичу, главе городского округа Электрогорск Московской области, следующее денежное содержание. Это должностной оклад с отношением кратности к размеру должностного оклада специалиста второй категории в органах государственной власти Московской области равный 4,6. Надбавку должностному окладу за особые условия работы в размере 110% должностного оклада, надбавку должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в размере 30% должностного оклада, Надбавку должностному окладу заработала на постоянной основе со сведениями, составляющими государственную тайну и имеющую степень секретности совершенно секретно в размере 50%. Единовременную выплату в размере двух должностных окладов при предоставлении ежегодно оплачиваемого отпуска или его части. Материальную помощь один раз в календарном году в размере двух должностных окладов при предоставлении очередного отпуска или его части. Премию по итогам работы за год на основании решения Совета депутатов городского округа Электрогорск, неограниченную максимальным размером пределов установленного фонда оплаты труда в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, а также ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 14 календарных дней. С последним вопросом повестки дня выступила главный эксперт Совета депутатов Ирина Командина, предложив поддержать законодательную инициативу Павлова-Посадской городской прокуратуры и утвердить предложенный проект взаимодействия органов местного самоуправления и подведомственных структурных подразделений с добровольцами, волонтерами и их объединениями. Форма взаимодействия проектом определяется в виде заключения соглашения. Никаких запретов, ограничений на иные формы взаимодействия органов местного самоуправления с волонтерами предлагаемый вам проект не содержит. Поэтому предлагается утвердить представленный проект. Вслед за выступлением последовал вопрос от депутата Ольги Дорофеевой, не станет ли данная инициатива препятствием. Разъяснение предоставил представитель прокуратуры. Я считаю, наоборот, данный проект позволяет расширить форму взаимодействия в связи со следующим. Он предполагает взаимодействие волонтерских организаций не только с органами местного самоуправления, но, если вы обратите внимание, также с учреждениями и организациями. Инициатива может быть двусторонней. То есть как орган местного самоуправления и учреждения, либо организация образовательная в том числе, может заявить волонтерской организации такое предложение, оно будет рассмотрено. Так и волонтерская организация с таким заявлением может обратиться. Во-первых. Во-вторых, такой порядок необходим нам, в данном случае орган местного самоуправления, в связи с тем, что городской округа Электрогорска, как и многие другие города подмосковской области, участвуют в национальном проекте формирования комфортной городской среды. И в рамках подпрограмм формирования, вернее, принятия нормативно-правового акта, регулирующего порядок взаимодействия с волонтерами и возможность привлечения их к осуществлению работ в рамках этого нацпроекта, оговариваются. Пояснительные записки это указано. За все вопросы повестки депутаты проголосовали единогласно. В Малом зале Дома культуры состоялась ежегодная конференция местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Какие вопросы поднимались и обсуждались, расскажем прямо сейчас. Присутствующие выслушали доклад исполнительного секретаря местного отделения партии Александра Олавеева о работе и достижениях партии за минувший год и планах на будущее. В рамках работы МИК в отчетный период осуществлялась деятельность по линии агитационно-пропагандистской работы, что предполагает взаимодействие в рамках так называемых партийных проектов. Решением МПС принято к реализации 12 партийных проектов. Это безопасные дороги, городская среда, детский спорт, единая страна, доступная среда, здоровое будущее, историческая память, крепкая семья, культура малой родины, народный контроль, новая школа, старшее поколение и школа грамотного потребителя. Ряд мероприятий проводится по инициативе местного исполнительного комитета, который также проходит в рамках партийных проектов. В частности, большое внимание уделяется людям старшего поколения. По инициативе Совета сторонников партии работает местный партийный проект «День добрых советов». Осуществляется регулярная работа общественной приемной. Секретарь местного отделения партии, депутаты, членов местного политического совета, а также депутаты Государственной Думы и Московской областной Думы осуществляют прием граждан по актуальным вопросам. Встречи с жителями помогают в конструктивном диалоге добиться положительных результатов. Организации проведения приемов граждан, контроль их исполнением, работа с обращениями, еженедельная и ежемесячная отчетность по данной теме также составляют основу работы общественной приема. В этот период деятельность партии была направлена в том числе и на противодействие распространению коронавирусной инфекции. В 2020 году была введена новая практика – работа с гражданами в дистанционном режиме. Это была вынужденная мера в связи с необходимостью исполнения соответствующих норм и правил Роспотребнадзора. Всю информацию о проведенных мероприятиях и о своей деятельности партийцы публикуют в СМИ. Александр Оловеев выразил благодарность всем, кто помогает в организации проведения различных акций и мероприятий, отметил работу депутатского корпуса, совета ветеранов, волонтеров, общественных организаций. Следующим вопросом в повестке дня стало освобождение Семенова Дениса Олеговича от должности секретаря местного отделения партии. Денис Олегович у нас перешел на другую работу, соответственно, написал заявление о сложении своих полномочий, и освободить его от этих полномочий может только конференция. Поэтому мы и ставим этот вопрос на открытое голосование. Поэтому ставлю вопрос на голосование, предлагаем проголосовать. Кто за? Спасибо, решение принято. Основным вопросом конференции стало избрание нового секретаря партии. В соответствии со статьей 14.6.1, 14.7.3.1 и 14.9.1 устава, секретарь местного отделения партии избирается конференцией, общим собранием местного отделения партии из числа делегатов конференции, тайным голосованием на альтернативной основе. Для избрания секретаря местного отделения Всероссийской политической партии «Единой России» городского округа Электрогорск Московской области предлагается включить следующие кандидатуры. Дорофеев Сергей Евгеньевич и Зверева Лариса Васильевна. В рамках мероприятия помощник депутата Московской областной думы Ленара Самединовой вручил партийцам и волонтерам грамоты с благодарностью за работу в 2020 году. Приятная процедура – это благодарственные письма тем людям, которые в прошлом году проявили гражданскую позицию, которые участвовали в акции «Мы вместе». По результатам тайного голосования большинством голосов избрали главу городского округа «Электрогорск» Сергея Дорофеева. По результатам тайного голосования избрать секретарем местного отделения партии Дорофеева Сергея Евгеньевича. Кто за? Спасибо. Сергей Евгеньевич, поздравляем. Сергей Евгеньевич поблагодарил всех за оказанное доверие и рассказал о перспективах развития города. По докладу Владимира Александра Михайловича было понятно, что действительно работа «Единой России» на территории городского округа в Дорофееве ведется хорошими темпами, участие в постоянных программах и действительно небезразличное участие к любым проектам, которые возглавляет администрация и организует администрация. Хотелось бы большое отметить, конечно, работу волонтерских движений, и не только волонтерских, да, наверное, и многодетных семей. И, конечно, хотелось бы пожелать, наверное, на будущий год нам по активному участию других, скажем так, членов партии «Единой России» в жизни городского округа Литрогорска. Поэтому мы со стороны администрации будем вас приглашать на все наши временные совещания, мероприятия, которые у нас проходят. В следующем году у нас выборы, выборы в областную думу, выборы в госдуму. И я уверен, что наша слаженная команда, которая отработала на поправках конституции, также слаженно и уверенно отработает в сентябре месяце. Поэтому хочется со своей стороны заверить у вас в том, что настроение у меня боевой, работать буду, привлекать вас буду, все, без исключения, в том числе и на ней помощи. В следующем году у нас со стороны администрации, да, вы знаете, у нас большой федеральный проект по программе Владимира Владимировича Путина, это сдача школ на 550 мест. Сейчас мы регулярно, раз в неделю, выезжаем туда. Буквально, наверное, 18 февраля с моим заместителем Пастушенко и Владимиром наконец-то нам выделили субсидию на строительство дороги нашей, получили дорогу на Корженовску, которая к истоку, которая у нас уже у нас универсирована. По-моему, мы уже готовились отыгрывать, да, то есть у нас будет закольцована дорога, то есть въезд в школу, мимо школы и выезд мимо истоков на Советский. То есть будет очень удобно возить детей в школу и, соответственно, потом разъезжать с пробущими местами. Есть еще куча всяких идей, которые, надеюсь, с вашей помощью мы воплотим в жизнь. Спасибо за внимание и надеюсь, что это будет работать. Глава наградил почетными грамотами местного политического совета местного отделения членов партии за активное участие в работе за отчетный период. На очередном заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности был рассмотрен ряд важных вопросов жизнедеятельности населения города. Главные вопросы повестки дня – антитеррористическая безопасность и наступление весеннего паводка и пожароопасного периода. Открыл заседание глава города Сергей Дорофеев. Поскольку все образовательные учреждения начали работать в полную силу и вернулись к учебному процессу в очном режиме, особое внимание надо уделить подрастающему поколению. У нас сейчас школа, все начали уже работать в полном объеме, в полной мере, вернулись к учебному процессу. И, конечно, особое внимание надо уделить, наверное, все-таки детям, подрастающим нашим поколениям, которые более, может быть, так, идеологически подвержены влиянию извне. Поэтому хотелось бы обратить внимание на наше направление по образованию, чтобы уделили этому особое внимание. Потому что, если, скажем так, люди на осознательном возрасте уже как-то определяются, могут разбираться, какая информация для них нужна, какая не нужна, могут сделать выбор, то, конечно, школьникам это очень тяжело. И существует, я знаю, что на школах и фильтры стоят по поводу получения информации через Айфай, через интернет. Но тем она более актуальна. Среди важных вопросов комиссии – террористическая защищенность жизнеобеспечения города и его граждан. У нас в 2020 году было принято постановление главы, которым было утверждено положение о мониторинге с перечнем вопросов мониторинга с указанием исполнителей и сроков исполнения предоставляемых материалов в аппарат АТК. Вот по исполнению рекомендаций по планированию деятельности в 2021 году нам рекомендуют внести в перечень вопросов мониторинга вопрос звучит так – выявление причин, условий и обстоятельств, способствующих формированию угроз совершения террористических актов с использованием патогенных биологических агентов, токсических химикатов и радиоактивных веществ. На комиссии поднимался вопрос о получении паспорта безопасности магазинам «Да» и «Градской баней». Постановление правительства Российской Федерации дает месяц на категорирование и месяц на разработку паспорта. А мы сейчас даем, когда у них уже есть категорирование два месяца. Это все реально. Большое внимание уделили подготовке и проведению противопаводковых мероприятий на территории городского округа. В пожарной части 254 будет в период угрозы паводка будет снята с кратковременного хранения основная пожарная техника общего применения, целевого применения, ПНС-110, передана в резерв. И специальный пожарный автомобиль рукавный АР-2 тоже будет переведен в резерв для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Также от пожарной части, возможно, будут задействованы три мотопомпы и тепловая пушка. Сезонные вопросы, весеннее половодье и пожароопасные сезоны для Электрогорска, как для лесного города, на территории которого находится несколько озер, имеют большое значение. В весенне-летний пожароопасный период необходимо активизировать работу по информированию населения с доведением требований пожарной безопасности через печатные СМИ, телевидение, электронные СМИ, включая Инстаграм и другие мессенджеры. Как показывает анализ осведомленности населения в области пожарной безопасности, что современные способы и методы доведения информации доступны не для всех слоев населения. Предлагается активизировать работу по распространению листовок на противопожарную тематику. К работе в данном управлении необходимо привлекать созданные добровольно-пожарные дружины, а в случае их отсутствия активизировать работу по их созданию. Как показывает практика последних лет, большой проблемой по возникновению пожаров становится дачный сектор, где жители не всегда должным образом относятся к своей безопасности. Сейчас по Московской области идет большое увеличение количества пожаров, особенно с гибелью людей и с гибелью детей. Очень большое количество. Сегодня в Богородском округе ночью погиб ребенок в Санкт-Петербурге, двое детей, 24-го числа тоже в Богородском округе, тоже двое детей погибло. Надо активизировать работу по, особенно СНТ, ДНП. Очень много проживает сейчас людей, скажем так, с Москвы переехали в дачные дома, которые не предназначены для постоянного проживания. И в связи с большой температурой идет перегрузка электросети, также и печного отопления. И в связи с этим у нас, скажем так, не соблюдается те нормы и правила, которые должны быть. По решению комиссии для обеспечения безопасности горожан на случай возникновения пожаров будут проведены учения во всех учреждениях образования и здравоохранения. Проведен смотр готовности спецтехники и спецсредств, привлекаемых к предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья и природных пожаров. И о погоде на предстоящей праздничной выходной. Циклон, который принес в Европейскую Россию теплую погоду, уходит на восток. Вместо него в регион придет антициклон. Ближайшей ночью температура опустится до минус 8 градусов. Небольшой снег и облачная с прояснениями погода будет 6 марта в субботу. Температура понизится днем, будет минус 2-7 градусов. 7 марта в регионе разыграется метель, прогнозируется снег. Ветер усилится порывами до 13-18 метров в секунду. Ночью будет от минус 5 до минус 10, днем до минус 5 градусов. В праздничный день 8 марта синоптики прогнозируют холода, минус 7-12 градусов и небольшой снег. На этом наш выпуск подошел к концу. Далее в эфире программа «Гость студии». Начальник окружного управления Министерства социального развития Московской области Владимир Морозов разъяснит, на какие меры социальной поддержки может рассчитывать гражданин, обратившийся за помощью. Ну а в завершение я хочу напомнить, что 8 марта на нашем канале выйдет праздничный выпуск новостей. Поздравления и награждения победителей лотереи ТВЛ, концерт в Доме культуры. Не пропустите наши выпуски в 19 и в 21 час. С вами была Ольга Костина. Желаю прекрасных выходных и отличного настроения. Берегите себя. До встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин